И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков и Серега! Привет! И сегодня мы снимаем ролик, кто последний покинет кухню челлендж. Как вы понимаете, пацаны, у вас нет шансов, потому что кухня это мое все. Нет взаимосвязи между выносливостью и тем, что ты умеешь готовить пельмени. И не только пельмени. У тебя нет шансов в челлендже. Дай-ка камеру. Вот, смотрите, какая у нас здоровенная кухня вот с таким вот столом. И как вы могли заметить, А4 продакшн повесил вот такую вот ленту. Если пересек эту ленту, значит проиграл. Считай, что эта лента как лазер. Вышел и все. Кстати, кухня офигенная, большая, для того, чтобы здесь было очень много челленджей. Да, пацаны, мы сегодня участвуем в челленджах. Реально? Ага. Слушай, а приз какой? Тысячу максов. Слушайте, пацаны, предлагаю, чтобы Кобяков нам что-нибудь сварганил поесть. О, это я соглашусь. Я, на самом деле, уже изучил, что здесь есть на кухне. И предлагаю вам для начала начать с омлета. Омлета из тиктока. Слушайте, я так подумал, а прикиньте, если бы у Кобякова был собственный ресторан. Вы бы туда сходили? Надо подумать, как его можно назвать. Кобяков. Кабачок. Сам ты кабачок. А, единственное, ребята, вы можете придумать фишку ресторана Кобякова в комментариях. Может, это какое-то специальное блюдо, там, пельмени, например, как-нибудь необычное подать. Короче, идемте, я покажу, как омлет готовить. Нет, готовь сам, мы попробуем. Только, подожди, так а при чем это омлет и чипсы? Потому что это будут омлетные чипсы. Короче, надо сначала помять чипсы, добавляем яйца. Эээ, ты... Что? Ты что творишь? Уверен? Я уверен, смотрите, это такой рецепт из тиктока. Теперь перемешиваем все это. И теперь опускаем в кипящую воду. Подожди, нет, 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 Кобяков, это уже что-то неадекватное. Что ты делаешь? Я готовлю нано омлет. На, 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 на кого? На одного себя? Нет, на, на всех. Если честно, я пока вообще скептически настроен, и в принципе, 1%, что я это попробую. Глент, смотри, вот есть такая упаковка приправ, а есть вот такая. Как думаешь, что здесь за приправы? Странный вопрос. Ну, я говорю, вас удивит приправа вообще, я не ожидал. Слушай, это турецкий или какой язык? На, стиму, да, на, стиму. Лайк, лайк, проси у них лайк. Лайки, лайки, ребята, тапаем по экранчику. Он будет еще рыгать, если больше лайков, больше рыгания. Сейчас вот 5 лайков поставьте и посмотрите, что произойдет. 1, 2, 3, 4. Так вот, приправы. Ну, покажи. О, кстати, дай, 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 дай. Расскажу лайфак подписчикам. Короче, чтобы узнать, если батарейка заряжена, нужно вот так вот сверху немного кинуть. Если она вот так вот будет стоять, она заряжена, если упадет, то все, она пусная. Заряжена. Значит, полная? Так, а давайте еще один бросочек. Да не, ну ты слишком сладенький. Если она полная, она прям должна вот как в копы, ну такая, и все. Окей, идемте. Омлет готов. Погнали, посмотрим. Влад, будь добрый, я запишу твою реакцию. Давай. Так, всем привет, я тут. Ну, честно, это выглядит лучше, чем я думал. Давайте разрежем. Пахнет чисто чипсами, вот. Ну, Кобяков, я, в принципе, готов уступить. Давайте на цифа, кто это попробует. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Я! Раз, два, три. Ха, я вышел. Да. Куда ты вышел? Ладно, блеф не удался. Так, и... Так, смотри, подожди. Давай, заману. Это жевать можно, если нельзя. Просто чуть-чуть недовареное яйцо, перемешка с чипсами, вот и все. По десятибалям сколько оценишь? Три кабачка из десяти. Кстати, ребята, я слышал новость, что предлагают, чтобы в школах были на обед пельмени. Ага, мы что-то спорили, спорили, классная эта идея или нет, и вот хочу спросить у вас, вы за? Хотели бы у себя в школе чисто там по средам пельмешки есть? Мне кажется, идея найс. Напишите в комментарии, что вы считаете. Так, чем будем заниматься? Слушайте, может, пора уже призывать первый челлендж? Я согласен, можно сыграть. Да. А4 продакшен, несите первый челлендж! А4 продакшен! Оп, так, стоп, стоп, что происходит? Так, опа. Одесса. Так, конверты, понятно, понятно. Явно красный нехороший. Итак, хлебный домик. Кто выше построит карточный домик из хлебцов за 2 минуты, тот победил. Так, давайте узнаем наказание. Посудомойка вымыть гору грязной посудой. Фу, самое ужасное. Па-бам! Офигеть, сколько хлебцов! Да. Ну все, про все у нас 2 минуты. Кстати, давайте я вам покажу офигенную технологию, смотрите. Оп! О, держится. Нормально все? Да, это это, волшебная сила. Ладно, давайте. О, Шафутинский. Давайте, и... Раз, два, три, погнали! А чипа-па, на-на-на-най. Так, начинаем. Погнали. Не изи. А, Глент, а, Глент. Что, а, Глент? Нормально он придумал тактику. Согласен, берем все. Эй, вы что копируете? А, упала! А он в своем мире живет, нормально. Что дальше? Может быть, вот так? Мне кажется, я прецедент на выигрыш. Подождите. Стойте, что вы так... Кобяков! О, Глент! У меня упало! Неужели, неужели я проиграю? Я был на втором месте. Ой, Влад, подпорки придумали в 2026? Ну как-то не подпирается. Ой-ой-ой. Стоп, Глент! Стоп! У меня была такая красивая башня. У него просто треугольник вот такой. Все равно у тебя не было шансов. Кобяков вообще молодец, хладнокровно построил базу, башню. Я выиграл. Ну да. Может быть, объединимся и попробуем построить вообще замок? Только нужно облизывать. Давай, ты облизываешь, мы строим. Да, я мастер, пацаны, давайте. Шухер, несу водички, увлажняй. Слушайте, походу у нас есть шанс достроить вот до люстры. Я думаю, возможно. Новый строительный элемент. Так вот, чик-чик-чик. Ё-моё! Это было зафиксировано. Короче, ладно. Ребята, я хочу сказать, что вы молодцы. Да, и теперь выполняйте наказание за челлендж. Ладно, мам. Шафутинский, Шафутинский! Все хорошо? Давай его Шафут звать. Шафут? Да, мне нравится. Шафут занял в посуду. Шафут, спасибо. Так, я не знаю, что мне делать, потому что это выполнять задание. Я расстроился из-за башни. Я знаю, что тебя может поддержать. Ну что? Лайк поставьте. Ну давайте сейчас парочку лайков поставьте сейчас вот под ролик. И, Глент. Ребята, челлендж продолжается. Ну что это, Серега? Я не знаю, зачем эту щетку дали. А ей, походу, унитаз очистить надо. Эх, я не знаю. Нам надо как-то это убрать. Чур не я. Чур не я. Серега. Серега, после посуды займись вот этим. А мы пока пойдем обсудим с Кобяковым план развития канала. А4. Присаживайся, присаживайся. Быстрее, Кобяков! Так, что-то серьезное. Я сегодня ночью кое-что осознал. Кобяков, в теории мы можем получить рубиновую кнопку Ютуба. Такая вообще бывает? Да, и для нее нужно 50 миллионов подписчиков. Чтоб ты понимал, это настолько редкая вещь, ее даже нет в России вообще ни у кого. Так это что, получается, мы можем такой заморский трофей привезти сюда? Естественно, мы можем стать первыми. И это мы говорим сейчас не про СНГ, а про целый мир. Если раньше мы тягались с русскими каналами, знаешь, пытались залезть на горочку, то сейчас мы пытаемся залезть на целый Эверест. Да, ребята, блогеры по всему миру смотрят, как мы двигаемся, и они просто оснегевают. Они не понимают, как это происходит. Да я тебя умоляю, там подход, детский сад. Снимают что-то раз в неделю, пытаются что-то выложить. Мы работаем 24 на 7. Вы вообще видели, сколько у нас роликов в неделю выходит? Да, это жесть. Зрители, вы вообще понимаете, что когда вы подписываетесь на канал А4, вы показываете, насколько активная аудитория на русскоязычном ютубе. Да, и вообще-то людей, кто там на английском говорит, их 3 раза больше, понимаете? Так что, ребята, и вы показываете результат на уровне вот этих вот западных каналов. Сложно объяснить, насколько это важно, но поверьте, это очень, очень, очень важно. Важно подписываться на этот канал. Давай, именно ты, тот, кто сейчас смотрит этот ролик, поучаствуй в мировой движухе. Спустись под этот ролик и проверь красную кнопку подписаться. И если она красная, обязательно нажимай на нее. Давайте попробуем привести рубиную кнопку сюда, ну, в Россию. Серега? Я готов. Мистер Пропер. Так, кстати, мы когда сюда ехали, я думал предложить вам поиграть в одну тему. Поиграть в прятки с закрытыми глазами. Прикольная идея. О, а кухня большая, реально есть где прятаться. Наказание это морковкой. Так, кто ведущий? В первой игре участвуете вы втроем, ну, решите, кто ведущий. А я буду все это дело снимать. Раз, два, три. Хопа-на! Так, давайте, кто ведущий из вас? Давай, раз, два, три. Хо-хо! Кобяков! Кобяков, ты нас ищешь! Так, я предлагаю вообще проконтролировать, чтобы его глаза были очень плотно закрыты. Потому что я знаю Кобякова. Ну-ка, проверь белье. Нет, не видно. Еще надо снять очки, чтобы вообще расфокус был максимальный. Завязываюсь. У меня есть одна небольшая идейка. Правила игры таковы. У участников есть время, чтобы спрятаться, занять свою позицию и не двигаться. Молчать, как рыба. А у ведущего есть пару минут, чтобы их найти. Готовы? Да! Кобяков? Готов. Так, отлично. У вас 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. И две минуты у Кобякова. Время пошло! Понятно. Здесь стульев не было. Это кто? Это Серега. Хорошо. Тихо. Я слышу, как ты дышишь, Глент. Минута. Кобяков, 50 секунд. Нашел! Ну, ребята, ну, я не знаю, вам не кажется, что это как-то странно? Какое-то паучье чутье. Просто два раза сходил в два места и там нашел людей. Ну, это как-то странно. Ну, подозрительно. Я вот дернул лагой, и он за моей ногой вот так вот повел. Я вот почувствовал. Так я почувствовал тебя. Ты ж шуршишь. Кобячее чутье. Так, кто хочет побыть ведущим? Я. Подождите, сначала наказание. Так его первого нашли, его и наказание. Или, может быть, тот, кто никого не нашел, тот получает наказание. Да, давайте, кто меньше нашел. Я тоже соглашусь, пожалуй. Я не согласен. Проигравший решается среди вас. Давай, Серега, начинай. Я готов. Время пошло! Ла-ла-ла-ла-ла, даже уши закроешь, чтобы все было честно вообще максимально. Ля-ля-ля-ля-ля. У вас есть 20 секунд, кто их считает? Три, два, один, погнали! Так, сначала надо определиться в пространстве. Я рисую карту в голове. Здесь холодильник, тут вот это. Кто тут шумит у нас? Чепушок. Это что за... Хрип деда. Надо Глент попытаться рассмешить. Эй, деди, деди, вот он где-то под столом, да? Под столом реально угадал. Слушайте, справился за одну минуту. Все, давай, Глентик, ты уже не смотри новые места. Сюда, сюда. Так, участники, 20 секунд начинаются. Ля-ля-ля-ля-ля, я буду тут. Отлично, Глент, крутится, он вам помогает. Все, 20 секунд прошло. Ищи. Так, Серега хитрый жук, он мог залезть в какую-нибудь из тумбочков. В посудомойку, например. Так, вот буду. Опа, дырень. Я знаю этого карапуза. Опа! Понятно вообще, изи. Как он тебя нашел? Не знаю, причем первую тумбочку открыл и все. Он еще посудомойку открыл. У тебя еще минута, Глентине. Где этот мелкий засранец? Давай, 30 секунд. А может, он тоже под стол полез? Ой, не надо. Так, полочки пошли. Все, еще 10 секунд, последняя. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Конечно, он такой вонючий, некрасивый подлец. Спасибо, Глент, за отличную конструкцию. Глент, получается, ты наказание получаешь? Так я знаю. Опа, это что? Что за торпеда? Так. Так, а что ты там намочил? Не надо было мочить. Мы сами решим. Ого, смотрите, остался в прицел. Какая неприятная боль. Показывай дамаг. Дамаг конкретный, блин. Так, Серега. Замах просто, как на гольфе. Шафутик, шафутик. По традиции. Пизанская башня. Составьте башню и сколы из 5 баночек. Передвинуть башню лицом с одного края стола на другой. Кто уронит больше всего, тот проиграл. А кто проиграл... Без слов понятно все. Итак, Глент, кто ваш любимый персонаж на канале читает? Честно говоря, такого прямого ответа нет на самом деле. Я не могу сказать точно. Пальцем, к сожалению, тоже показывать не буду некультурно. Сережа. Мне нравится Саня. Тот, кто за камерой стоит. Вот интересно, как он выглядит даже. Кобяков? Ну я, конечно. Ну а что мне скрывать? Ну что, я не первый. Так, давайте я, я справлюсь. Как я давно не снимал ролики. Передвинуть, это же легкотня. Ну что может быть проще? Просто берешь и... Плотненько делаем тут вот такую вот кнопочку и... Чуп-чуп-чуп. Двигает, двигает, двигает. Пошел, 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 пошел. Плотненько... Дотюд дошел, дошел до сюда, фиксируем. Легко. Это произошло очень неожиданно. И все было четко, я двигался уверенно и просто... Кобяков, подставляй свой хлебец. Первое движение есть, все, он стартанул. Посмотрите, сколько ему еще нужно пройти. Кобяков, это по-твоему нормально? Это зрелище наводит на меня какую-то скуку. Получил, получил по шее головой. А, ну вот, точка. Так ты офигел, блин, ты так медленно шел. Глент покажет же нам скорость, да? Я покажу такую скорость, вы с ума сойдете. Я его бом буду толкать, на всякий случай прикрою висок. Ой, он начал уверенно, начал уверенно. Блин, так страшно. Ага, еще стоит. Так, Влада обошли. Идем, 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 идем. Я готов. Погнали. О, у тебя уже как бы пизанская башня. А что ты скорость не показываешь? Какой угол. Смотри, она так это дрожит. Так, второе место. Опа. Я меньше всех протянул, поэтому считаю, что заслуженным. Так, пацаны, шиповахный. Кобяков? Где? Здесь, вот на меня. Оп, первый удар от Кобякова. Щадящий. Тут такой звук. Подполковник полковнических войск готов произвести атаку. Хорош, почувствовал давление. Ну и, конечно же, Серега. От первого лица, от подписчика. Впервые в жизни сами подписчики ставят шиповах Владу А4. Давайте. И раз, и два, и... Удар был мощный, поздравляю. Ух, с левой просто прилетел. Так, пацаны начали играть в волейбол. Да. Так это, подождите, есть идея. А что, если нам поиграть в теннис? Тут же был мячик для пинг-понга, и мы поиграем сковородками, например. О, прикольно. Так, это площадка? Да, вот здесь вот сейчас поставим под середину сетку. А сковородками обязательно? А чем? Ну, я нашел уже кое-что для себя. Подожди, ну надо равное. Так, Серега занимается сеткой. Вот, есть три сковородения. Я выбираю вот эту. А, ну так все, в принципе, у нас все готово. Первые участники, Глентине. Первая ракетка кухни. Ковечко. Первая ракетка столовой. Один. До пяти, теперь моя подача. Ясно, ясно. Три ноль. Опа, игра. Да. Четыре ноль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, можно я, можно я, можно я, можно я, можно я, можно я. Я хочу против победителя. Первая разыгровочная, мне понять... Хорошо. Понять физику надо. Понял, можно играть. Нормально, нормально. Первая подача моя. Ха! Ай, блин! Первая ракетка мира. Все, я понял тактику, сейчас все будет. Сопля! Оп! Оп! Е! Три! Три ноль. Фирменную. Переподача. Э, две переподачи. Ну это не считалось! Две переподачи равно гол. Две переподачи равно гол. И все, финальный, финальный, финальный. Я не был готов. Я, ну, переподай, я... Реально, вот, отвечаю. Пацаны! Конверт? Конвертик. Подкинули. Походу, задание. На кухне спрятано... Дай это почитать, ты человек. На кухне спрятано 100 баксов, кто... Так, дай я тебя дочитаю. Что? На кухне спрятано 100 баксов, кто первый найдет, тот тебе избирает. Мне кажется, оно должно лежать как-то банально. Давай, давай. Так, 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 так. Типа... Как-то... Где, 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 где? Какого-нибудь, знаете, в куске шаурмы. О, нашел! Клянись, это же самое банальное... Блин. Нашел одну горючую хлеб. Тут много всяких банок, может быть, где-нибудь точно заныкну. Знаешь почему, я в магазине молодой? Что? 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 Нашел или нет? Берегите. Покажи. Да я не вижу. Вижу! Да ну! Сахар спрятали! Мурашки просто по щекам, посмотрите, посмотрите, я так рад, я так рад этой победе. Почему он всегда выигрывает? На джавнике такие сразу расстроенные лица. Давайте я ему покажу каждого. О, Газманыч пришел. Так, кто зачитывает? Конечно же, по традиции я. Уровень воды. Каждый наливает стакан в воду по очереди. На ком вода перелется через стакан... Плюс 5 лайков. То ты проиграл. Так, наказание. Выпить сырое яйцо. О, нет, я не хочу. Я не проиграю в этом челлендже, смотрите. Подготавливаем наказание. Вот оно, вот оно. Ну что, погнали? Ну все, все, хватит. Похоже, закончится игру. Так, дальше идет Глент. Так, давай. Э, один раз пьешь. Шалопай. Вот так вот сделаем. Че ржешь? Я точно пройду. Надейся. Ведь можно сколько угодно, можно и капельку. Малюсенькую капельку. Ну вот, все. Не-не-не-не, один опуск, один опуск. Ну хорошо, смотрите, давай. А там еще можно лить и лить. Все, Глендик, готовься пить к яйцом. Поверхностное натяжение изучаем. Ах ты. Посмотрите, это жесть. Кобяков пьет яйцо, отвечаю. Слушайте, я вам говорю, лучше не трогать стол, потому что все... Жестко и вибрирует. А кто сейчас? Серега. Серега. Кобяков. Кобяков, встань, встань, не шатайте стол. Давай. Жесть, это оно уже, вода выше, чем... Пускай будет чудо, вот как в этих стаканах. У меня сорвалось. Да ты что, прикалываешься? Нет. Ну все. Блин, если мне не отойдет, я буду в шоке, я даже откажусь наливать, я пью. Ааа! 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 Боб протекла! Проиграл! Это просто какой-то капец. Фух, ну слушайте, не так мощно полилась, но протекла. Блин, да это... Не, я не хочу. Давай протеидами ты наш. Не, фух. Закинь все, попробуй, и попробуй вот выжить. Не, пацаны, я не могу. Как только мой язык дотрагивается до этого, все, сразу обратная реакция. А мы еще и поели, поэтому... Ну, в ваших же интересах, чтобы кухня была чистой. Пойдите. Проваливай отсюда. Ладно, ребята, вот так вот Глент выбивает первым. Офигеть, здесь PlayStation 5 прямо за углом, пацаны. Вот усатый. Да нету там PlayStation. Она там. Опа-на. У нас в семье музыкант, посмотрите. О, этот звук такой, потоньше. Я бас-буст даю. О, не заметили. Так, погнали, Кобяков. Ваша честь. Моя честь. Нулевые потери. Ваша задача бросить конфету ММДМС так, чтобы она катилась по столу, оббежать стол и поймать конфету ртом. У каждого по три попытки. Это так, катнул отсюда и поймал. О, смотрите. Братан, котяра. О, что хочешь. Так, и наказание лещ с медом. Обогните кухонную лопатку в мед и ударьте ей по лбу. Оу. А где ММДМС? Тут, наверное. ММДМС. Ну попробуем. Вторая попытка ушла. Я придумал правило. Неограниченное количество попыток до попадания. И у кого-то поменьше. Окей, понял, то обнуляем. Нет, нет, нет. У тебя третья. Ё-моё! Да блин! Да блин! Четырнадцатая. Да! Четырнадцать попыток. Давай. Давай. Обидно, обидно каждый раз, когда еда не попадает. Близко. Не готова съесть. Давай. Настая попытка. Я думал, Кобяков ест просто как пылесос. Ай! Лентинит! Всем привет! Двадцать третья. Нет! Или что? Или что? Пожалуйста. Ну можно его пощадить, он уже все. Я не могу уже бегать, пожалуйста. Двадцать третья. Так. Повонял, повонял физику. Сильно, сильно. Ну я же, получается, не могу. Кобяк же сделал так же. Ну, Кобяков, ты разрешаешь? Я разрешаю. Несите наказание. Так. Копаточ нам принес. Наказание. О, он густой даже. Не набрал. Давай. Ой, хорошее лицо вообще. Это разве лещ? Ты просто, я считаю, приложил. Ну сейчас-то мы увидим истинную мощь. Поднимай, поднимай, давай. И... Васаби! Вау! Хороший был такой. Просто идеальный звук, вы слышали. Так, ну что, ты помыл и как там обстановка? Ну, лоб горит конкретно. Такой батьковский. Нормально. Опа! Вазген. Здравствуйте. Что-то челленджи поперли плотно. О, руку пошел. Поехали. О, а я пока одной ручкой распакую. Наказание. Мячик в бокале. Закрутить мячик для пинг-понга в бокале и перенести его в миску. Кто больше перенесет за одну минуту, тот и выиграл. Так, а я покажу показания. Куда же острее. Съешь халапеньо. Так, я точно не собираюсь проигрывать. Итак, боец на позиции. Тарелка раз, тарелка два. Бокал в руке. Вот, и Кобяков на секундомере. Давай сразу запускать. Андрей, объясняю, как надо. Мы берем, вот так вот начинаем делать и нужно донести его до конца и не выронить. Если уронил, то заново начинаешь. Ну все, понятно. Кобяков, на старт. Два, три, погнали! Минута пошла. Ай-яй, не донес. Давай. Чисто магия какая-то. Есть, раз. Время, Кобяков. 25 секунд. Два. 30 секунд. Давай, 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 давай. Есть. Не падай. Нет, не падай. 45 секунд. 10, 9, 8. 4 яйца в гнезде. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ну, прям вот в тюйтельку считается. Хорошо. 5 яиц в гнезде. Моя очередь. 1, 2, 3, погнали. Ага. Опа. Идет? Есть. Раз. Два. Три. Нет, давай. У тебя время полно, Кобяков. 4. Да все. Да куда ты торопишься? Ну, время. И осталось 10 секунд? Да! Давай, считай. Осталось 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ну, конечно, конечно. Поздравляю, поздравляю. Блин, я пока победитель. Ну что, я готов. Подписчики, давайте. Прямо сейчас лайков под видос. Давайте, давайте. Хорош на тихоря лайки ставить. Извини, извини, извини. Извини, извини. Хотел бы проверить, как работает. На старт. Эээ, старт. Внимание. Стой, стой, стой. Марш! Понял, непросто. О, как выдержали. Я, блин, не успел посмотреть. Происходит. 10 секунд уже закончились. Блин, я не понимаю. Что происходит? Да я же как вертолет это делаю. Может так как-то? 25 секунд. Я не понимаю. Угу. 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 Есть. Раз. 45 секунд. 15 секунд осталось. Ой. Так. Угу. Что ж такое? Угу. Да. 2, 3, 2, 1, стоп! Я уже подготовил халапеньо, поэтому погнали. Пожалуйста, 5 перчиков. Мое отношение к острому вообще очень плохое. Я его не ем. Но может повезет, и эти перчики вообще беспонтовые. Надо раскусить. Так, куда, куда, куда? Обильное слюновыделение это признак того, что очень остро, потому что организм защищается. Очень хорошо защищается. И мой мозг еще защищается. Ребят, я не смогу. Даже 1 перчик это много. Я убываю, ребят. Ну Влад А4 же никогда не проигрывает челленджа. Ну и Влад А4 никогда не ест острое. Вот попробуй сам. Нашел дурака. Ладно, пацаны, что тут размусоливать? Передаю руль. Желаю победить. Кому? Не, я за Серегу. Давай, вали отсюда. Остались мы с Кобяковым наедине. Кобяков, предлагаю отметить это хорошим, добротным, пепсикольным напитком. Не буду я с тобой ничего отмечать. Ну давай выпьем за это. Колы. Нет, знаю я его. Сейчас помешает мне что-нибудь в колу, чтобы я в туалет быстрее свалил. Хорошая была бы попытка. Да нет, вот, это бокал примирения. Пусть победит сильнейший яйцо. По имени Сергей. Ну-ка попробую на лайки. Надо вот так. О, шафрух. Здорово. Русская рулетка. Перед вами 10 яиц. Из них только одно сырое. Вы по очереди берете яйцо и разбиваете об голову. Кому попадется сырое, тот проиграл. Это уже похоже на наказание, а наказание выбивание. Так все, получается финальный челлендж. Ну что, несите яйца. Что, Кобяков, бьем друг другу по очереди. На ком яйцо растекается, тот и вылетает. Получается рулетка на 1000 баксов. Я первый. А какая разница? Это же рулетка. Окей. Это вареное. Так, повезло. Блин, это так даже приятно, мне так нравится. Повезло, повезло. Повезло. Вареное. Какое я выберу? С учетом моего везения, это сейчас окажется сырым. Я вам отвечаю. Можешь не тянуть интригу? Пожалуйста. Погу. Очень тяжело стоять, когда ты ждешь удар. А вареное, но жиденькое. С водой было, прикиньте. Капец, оно потекло, я думал, все, проиграл. Так, вот это. Давай. Ты так смякнул, блин, реально. Любой удар, кажется, что все, это проигрыш. Вареное. Блин. Вот это. Тихо-тихо-тихо. Ладно, три. Какое из них? Одно. Я должен втащить его, не знаю, беру вот это вот. Вареное. Вареное. 50 на 50. Тогда отвернись. Крупье помешает каруте. Перемешали? Вот тут чисто рандом. Выбираю то, что к Сергею ближе, правое. Блин. Давайте узнаем, вдруг все вареные. Мы вам клянемся, это не постанова, реально так совпало. Я до сих пор не верю, что оно сырое, потому что по ощущениям оно точно такое же. Ну ты, Сергей, красавчик, молодец. Ты такой отличный товарищ и друг. Да я тебе руку пожму, победитель. Нет, спасибо, я тебе руку жать не буду. Я хочу тебя поздравить с твоей тысячей долларов. Купи себе что-нибудь для совести. Откуда знал, реально, ну я верил в один процент. Что это было? Вы это видели? На последнем яйце, какова вообще была вероятность? Серега, вот твоя тысяча баксов. Уху! Да, свеженькие. Хорошенькие. Это был эпичнейший финал, просто жесть. Кобяков? Когда в красный? Скоро. Эх, ну что, ребята, если вам понравился этот видос, вы знаете, что делать. Насыпьте лайков под видос! Это был эпичный финал. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Кобяков, Серега. Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба. Спорт бумага. И третье, что-то так высоко artifacts. Не же.